Первым вопросом на повестке дня стало обсуждение ситуации со строительством школы в бухте Казачьей. Учебные учреждения в этом районе переполнены. В классах учатся в среднем по 34 человека. Новая школа поможет уменьшить нагрузку на преподавателей, считает Михаил Деонидович. Мы на самом деле с вами ждем сдачи школы Казачьи. Строители обещают, что к 1 января школу будет сдана строительной частью. Средства в бюджете для закупки, как всех видов оборудования, 71 миллион в частности через департамент образования, все эти средства заложены. Мы закупим все, но нам, как воздух, нужна школа Казачьи. Обсудили и положительные моменты минувшего года. Так, после капитального ремонта вновь заработали 69-й и 25-й детские сады. Руководство департамента закупило 408 учебных кабинетов и оборудование для 797 классов на общую сумму 335 миллионов рублей. Могу сказать, что в этом году, и вы лучше меня это знаете, в бюджеты, правда теперь мы раскассировали, и это находится в образовательных учреждениях ВАФ, ВАФ, вынесены 176 кабинетов начальных классов. Я очень вас прошу сделать так, чтобы не получилось к первому сентября, хотя бы ко второй четверти, чтобы все первочки у нас учились в новых классах. Но добиться лицензирования всех учебных учреждений до начала учебного года не удалось. Только 120 из 160 севастопольских школ и детских садов соответствуют российским стандартам. Руководство департамента образования пообещало приложить все усилия для исправления ситуации. Мы с вами в любом случае установим пожарную сигнализацию. Мы с вами в любом случае установим видеонаблюдение. И те 19 школ, которые в настоящее время не имеют ограждений, я очень надеюсь, что ограждения будут сделаны. Нам с вами без этого никуда это надо сделать. Не забыли и о сельских школах. Для них чиновники закупили 11 автобусов. Еще 14 поступят в пользование уже в октябре. За реализацией озвученных проектов будет следить временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Владимирович Овсяников. Но не только автобусы являются приоритетом в работе правительства. Это, безусловно, материально-техническое оснащение школ по всем направлениям, укрепление материальной базы, повышение уровня заработной платы педагогов и решение тех вопросов, которые волнуют севастопольцев. Как то обеспечение необходимого количества мест в дошкольных учреждениях, строительство новых объектов.